В нашем городе за три дня побывали джазмены из Великобритании, США, Канады, Польши и Франции, которые были заявлены как собственными программами, так и в совместных концертах с новосибирскими музыкантами. Хедлайнерами были назначены один из лучших барабанщиков современного джаз-роука, американец Ленни Уайт и эпатажный британский скрипач Найджел Кеннеди, которого запишут свои звезды как поклонники рок-н-роу, так и любители классики и знатоки джаза. Кеннеди, среди прочего, известен тем, что записал самый продаваемый альбом классической музыки в мире, времена года Вивальди. Оказаться в городе Новосибирск для меня это было потрясающе, потому что приехать в Колыбель, которая взрастила двух величайших скрипачей современности, Максима Венгирова и Вадима Репина, и играть здесь, это, конечно, очень здорово, и я счастлив. Образ Найджела Кеннеди никак не вяжется с тем, что мы привыкли ждать такинемического музыканта. Он скорее звезда панк-рока. На репетицию заказывает дюжину бутылок пива, бежит обниматься чуть ли не с каждой входящей в помещение дамой. А завсегдатая в концертах классической музыки эпатирует, выходя на сцену в кроссовках и в майках любимой Астанвилы. Правда, сейчас этот клуб находится в подвальной части таблицы английской премьер-лиги. Кеннеди грустит и носит футболку защитника ирландской сборной Ричарда Дана, который, впрочем, когда-то играл в Астанвиле. На фестивале Найджел Кеннеди успел и провести небольшую творческую встречу, и выступить со своим бэндом и камерным оркестром филармонии, а также принять участие в финальном сэйшне. Вообще, организаторы постарались собрать в программу представителей совершенно разных джазовых школ. И, например, ценители Луи Армстронга и Дюка Эллингтона также могли найти музыку по вкусу. За преемственность поколения отвечала сборная французских мэтров. Каждый из музыкантов имеет такую очень серьезную джазовую школу и джазовую жизнь. И мы каждый, бывало, играли действительно на очень серьезных фестивалях. Все участники коллектива великолепные музыканты. И почему мы вместе? Да потому что мы, наконец-то, имеем возможность, имеем повод собраться и действительно получить кайф. Подводя итоги этого фестиваля, филармонии отметили, что с точки зрения зрительского внимания он получился самым успешным. Часть публики, правда, высказала недовольство качеством звука на некоторых концертах. Обсуждение акустических изъянов зала иммуникация уже развернулось в соцсетях. Следующий СИП «Джазфест» намечено провести через два года. И уже известно, что на него руководство филармонии постарается пригласить европейского звукоинженера по уровню соответствующего звездным джазменам. Алексей Кудинов, Павел Мирожников и Константин Тенаев. Телестанция «Мир». Продолжение следует...